SCP-788, магматический карп, класс объекта Евклид. Особый слой содержания. SCP-788 должен содержаться в зоне секречна, в камере диаметром 25 метров, покрытый изнутри слоем высокотемпературной керамики и заполненный жидким свинцом при температуре 900 градусов по Цельсию. Если SCP-788 станет активным или попытается вырваться на свободу, температуру в камере следует понижать до тех пор, пока SCP-788 не прекратит двигаться. SCP-788 следует ежедневно кормить 500-граммовыми шариками из магния и железа. Описание. SCP-788 – существо, напоминающее африканского карпа, длиной приблизительно 3,2 метра. Его тело полностью состоит из ультрамофической магмы, а кожа представляет собой слой потрескавшегося пикритового базальта. Температура тела существа, по оценке, составляет приблизительно 1475 градусов по Цельсию, хотя температура кожи, как правило, намного ниже. Образцы тканей, взятых у SCP-788, не обладали дифференцированием или внутренней структурой. На фотографии SCP-788 на сонаре в момент захвата. SCP-788 ведет себя подобно обычной рыбе. Оно не обладает необычной для существа своего размера силой, хотя, если его разозлить, то оно может использовать свои размеры и массу тела для нанесения повреждений камерной содержания. SCP-788 поедает различные виды рудных пород и минералов, отдавая предпочтение железу и магнию, хотя выделение продуктов жизнедеятельности не наблюдалось. С момента постановки на содержание SCP-788 выросло приблизительно на 22 сантиметра в длину. SCP-788 был обнаружен после извержения удалено в 1900 секречном году. В настоящее время предполагается, что другие особи SCP-788 могут жить в мантии земли, а извержение удалено, возможно, вынесло SCP-788 на поверхность. В настоящее время в полную готовность приведены все меры предосторожности на тот случай, если другая особь SCP-788 будет обнаружена фондом или гражданскими. Приложение 788-01. Инцидент 788-01. Дата засекречена. SCP-788 стало вялым и безразличным ко всему, и оставался в таком состоянии приблизительно 24 дня. В течение этого времени его живот значительно раздулся. В конце этого периода SCP-788 отложила секречно-сферических объектов, по-видимому, икринок, диаметром приблизительно 3 сантиметра. Анализ показал, что они состоят из того же самого типа магмы, как и самой SCP-788. Все экземпляры были помещены в отдельную камеру содержания под наблюдение. Субтитры создавал DimaTorzok